Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. По иску прокуратуры приуральского района, виновник аварии, в которой двое детей получили тяжелые травмы, выплатит крупную сумму компенсации за причиненный вред. В апреле 2023 года на подъезде к селу Оксарка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое несовершеннолетних получили серьезные травмы. В связи с этим прокурор подал в суд иск на взыскание с виновного компенсации за причиненный детям ущерб. Согласно вынесенному судебному решению, виновник аварии должен будет заплатить 750 тысяч рублей. 13-летний школьник на мопеде отстранен от вождения в Бердюжском районе Тюменской области. На его мать наложен штраф в размере 30 тысяч рублей. В деревне Кутырево подросток ехал на мопеде, рейсер 150. Несовершеннолетний водитель пояснил, что катался по деревне с разрешением мамы. На подростка составлен административный материал в присутствии родительницы, которая пояснила, что длительное время мопед был неисправен. После ремонта разрешила сыну прокатиться. Информация о нарушении направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. 395 тысяч рублей отдала аферистам пенсионерка из Муравленко. Женщине позвонил незнакомец, представился работником пенсионного фонда и сказал, что требуется сделать перерасчет пенсии. Для этого он попросил назвать код, поступивший в личный кабинет на госуслугах. Что та и сделала. Вскоре с женщиной связался подельник-обманщика и велел срочно отправить все сбережения на безопасный счет. Так жительницей мало лишилось денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Тюменские полицейские задержали подозреваемого в грабеже золотой цепочки стоимостью 75 тысяч рублей. Мужчина сорвал украшения с шеи пассажирки городского автобуса. При этом он попросил у владелица ювелирного изделия прощения и добавил, что нуждается в деньгах. Личность подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Мужчина не стал отрицать свои вины и признался в содеянном. Он не успел продать цепочку, и стражи порядка вскоре вернут ее законной владелице. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Вынесен приговор югорскому предпринимателю за контрабанду леса. В конце прошлого года таможенники остановили лесовозы при пересечении государственной границы России с Республикой Казахстан. При досмотре фур они выявили расхождение между информацией в документах и фактически перемещаемом товаре. Суд назначил предпринимателю штраф в размере 300 тысяч рублей. А незаконно вывезенные лесоматериалы конфискованы в доход государства. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.